Всех приветствую! Сегодня поговорим о технике безопасности, можно сказать, вторая часть. Все разговоры о технике безопасности и о применении острых шашек без конкретных примеров не ложатся на память. Предлагаю вспомнить историю, которая произошла в 2022 году с Сергеем Капитоновым. Эта история быстро разлетелась по чатам, по газетам, но также быстро ушла из повестки. Но как минимум в моем окружении толком никто так и не разбирался, в чем причина и почему произошла данная ситуация. Мне кажется, не было осмысления этой ситуации, хотя она очень показательная. Это показательная ситуация как для фланкировщиков, так и для рубак. Я потратил некоторое время, почитал газеты, кто что писал, посмотрел видео с пострадавшим. И сейчас мы с вами все подробно разберем. Вот вести Подмосковья. 10 июля 2022 год. Под Истрой нечаянно зарубили шашкой казачьего атамана на спортивной площадке в городском округе Истра трагически погиб в ходе тренировки по рубке 57-летний атаман великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Сергей Капитонов. Его нечаянно поразил шашкой 64-летний казак Алексей Петухов. Это произошло прямо во время тренировки, когда 57-летний Капитонов учил 64-летнего друга Алексея Петухова рубки шашкой. По словам последнего, для занятий были установлены две стойки с пластиковыми бутылками. Ученик атамана обернулся и не увидел никого за спиной. Нанес удар холодным оружием с левой стороны. Разобравшись с одной емкостью, он не заметил, как сзади подошел учитель и ранил его на противоходе. От полученных травм тот скончался на месте до прибытия медиков. По факту произошедшего, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по неосторожности, по которой задержанный может быть лишен свободы до сроков до двух лет. Началась рубка бутылок пластиковых. Было поставлено две стойки. Я встал на эту стойку, поставил бутылку, осмотрелся, никого нет. Занес с левой стороны шашкой и нанес вот так по бутылке, бутылку срубил. И когда на развороте уже попал на противоходе, я его не увидел, как он сзади подошел. Смерть ему хотели причинать? Нет, конечно, в коем случае. Самая частая информация как раз таки это была. И не было понятно, что в итоге ему присудили. Дальше я расскажу. Я нашел эту информацию. И эту информацию я собрал из астных источников и сейчас расскажу, чем закончилось. И есть также рассказы произошедшего от очевидцев. Сергей Капитонов был знаковой личностью для истры. Потомственный казак. Он в течение многих лет возглавлял местное отделение великого братства казачьих войск. Выступал на городских праздниках, ломая кирпичи и деревянные копья головой и шеей. 25 лет он вел занятия по ушу, технике цигун и спортивной рубке шашкой. В том числе с бесплатной тренировки для детей и пенсионеров. Именно на этих занятиях я и познакомилась с Сергеем Капитоновым. Рассказывает жительница истры Светлана Гусева. С марта два моих ребенка каждое воскресенье бесплатно учились у него владению казачьей шашкой. Сначала занятия проходили возле Новоиерусалимского монастыря. Но летом, как говорит Светлана, они перебазировались на заброшенную хоккейную площадку в поселке Северный. Сергей погиб на глазах у Светланы. И она до сих пор не может отойти от шока. Как это произошло? По ее описанию. В одном углу площадки он вместе с Алексеем отрабатывал удары, срубая шашкой пластиковой бутылки, наполненные водой, вспоминает Гусева. В другом углу занимались дети. Мои сыновья бегали, одна девочка тренировалась с кнутом. По словам истринцев, невольный виновник трагедии был лучшим другом и заместителем Капитонова в Истринском казачьем атаманстве. Он также вел занятия с детьми по владению кнутом. Мужчина занимал должность инженера по технике безопасности и охране труда в одной из компаний местного стройкомплекса. Обращу ваше внимание на то, что казак, который нанес рану, занимал должность инженера по технике безопасности и охране труда. Даже при соблюдении вами техники безопасности может произойти все, что угодно от вас, независящее. Продолжим. Алексей размахнулся и срубил шашкой бутылку, говорит Светлана. Его руку по инерции отвело назад и в этот момент Сергей зачем-то проскользнул ему за спину. Удар пришелся по касательной по рукам Сергея и завершился колющим проникновением прямо в грудную клетку. Люди закричали, что мужчина ранен. Принялись звонить в скорую. До последнего все были уверены, что Капитонов пострадал несерьезно, что шашка только задела ребра. Алексей после рокового удара смертельно ранившего его друга не потерял хладнокровие и стал руководить организацией первой помощи. Кровь хлистала из груди Сергея, содрогаясь, вспоминает Светлана. Алексей велел нам стянуть с себя футболки и закрыть ими, закрыть рану. Мы растирали раненому уши, чтобы держать его в сознании до приезда скорой. Сергей перестал дышать за несколько минут до приезда медиков. Оглядев рану, они лишь констатировали его смерть. По их словам, шашка пробила сердце и легкая качает головы очевидица. Скорее всего, у Сергея не было шансов выжить. Вот. Дальше. Другое издание. Рассказ сына погибшего. Вячеслав отметил, что его папа умер на руках друга сына Александра, который также участвовал в казачьих забавах. Он рассказал, как все произошло. Петухов выполнял рубку бутылок шашкой. Мой отец каким-то образом шел сзади и напоролся на саблю. Он смог ее вытащить и закрыл место ранения рукой, после чего пошел в сторону моего друга. Тот отвел руку, но открылся фонтан крови, рассказал Вячеслав. Сергею пытались оказать первую медицинскую помощь, но тот начал терять сознание. Атаман не должил до приезда скорой. Медикам оставалось только констатировать смерть. Вот такая ситуация. Как сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ, Петухов признал свою вину и рассказал о произошедшем. Изъято оружие, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В общем, мера наказания была очень мягкая, потому что убийство произошло по неосторожности и без намерения. А нарушил технику безопасности сам тренер. И вообще, когда я разбирал данную ситуацию, у меня держался вопрос. Как это вообще могло получиться? Что было у Сергея Капитонова в голове в тот момент? Просматривая интервью Сергея в интернете, он не один раз выходил на тему сверхспособности человека и то, что он тренирует свое тело на сопротивление разного рода физического воздействия. На видео выступления он демонстрирует ломание копья, горла, разбивание кирпичей. Я знаком с подобными упражнениями. Если хотите почитать подробнее эти практики, которые Сергей изучал, называются «железная рубашка». Так вот, просматривая видео, у меня сложилось ощущение, что Сергей все показательные выступления свои выстраивал на опасных номерах, которые могли травмировать его или того хуже. К такому запасу прочности атаман московского казачьего войска шел не один десяток лет. Сергей утверждает, что к похожему результату можно приблизиться за 2-3 года усердных тренировок и укрепление организма гимнастикой цыгун. С этим номером казаки выступают не первый год, но на фестивале осени впервые. Не пытайтесь повторить это самостоятельно. Все трюки выполнены профессионалами. Пошел! Я нашел видео, где Сергей фланкирует острыми шашками. А рядом в паре метров стоят дети и взрослые. Поддержим, поддержим, поддержим! Вау, воодушевим, ребят! А мне кажется, что с шашкой хорошо приходить в ресторан тогда. Сколько с меня, когда рассчитываться? Прям нормально. А они вот прям вот, ребят, прям острые-острые, да? Прям вот, реально? Да? Не, ну я серьезно, я как-то никогда вот не видел, честно. Поэтому вот любопытно. Ох! Да и под углом еще красиво! Вот так! Есть видео, где происходит рубка, где также зрители максимально близко. Все это проходит без ограничителей. Дети ходят рядом. И вообще волосы вот такого у меня встают дыбом. АПЛОДИСМЕНТЫ Как будто возникает ощущение, как будто Сергей чувствовал себя в некотором роде неуязвимым и бессмертным, что ли. Вот вам пример трагичный, к сожалению. Не нужно спешить. Лучше затянуть рекламент мероприятия или выступления, чем сделать ошибку, которая будет преследовать вас всю жизнь. Пожалуйста, это обращение ко всем ученикам. Не нужно думать, что тренер не может ошибиться. Что касается техники безопасности, каждый может затупить. И будьте бдительны, аккуратны, особенно с острым оружием. Вот пример из моей жизни. На тренировках по рубке, где мы школой рубим бутылки, лозу, техника безопасности соблюдается жестко. Темляки одеваются на руку. Когда кто-то рубит, у стоек никто не ходит. Ни сзади, ни спереди. Все делается по команде. И вот тренировка закончилась. Я говорю, что сейчас нужно снять небольшой клип. Достаю телефон, начинаю снимать. Я как тренер внутренне, сам того не замечая для себя, полностью погрузился в съемку. И я уже не тренер, а я видеооператор. На моем счету много видео. Снимать умею. На очередном кадре, ракурсе, я осознал, что вот-вот не произошло ЧП. Как минимум, я мог лишиться пару пальцев. Произошло следующее. Снимая видео, я зашел от рубящего справа, сзади, и кадр был ближний. В момент труба я понимаю, что шашка пролетела от телефона, и моих пальцев в паре сантиметров. Это, я вам скажу, незабываемое ощущение. Мои ученики даже не заметили, что я был в опасности, и сильно нарушал технику безопасности. Поэтому я еще раз скажу вам, обязательно будьте бдительны не только за собой, но и за окружающими, даже за тренером, даже за вашим тренером, который пять минут назад говорил, что нельзя, он может затупить, просто затупить, да все что угодно может произойти. Была ситуация у нас на выступлении. Происходит рубка, периметр огорожен по краям, по краям стоят люди, которые смотрят, чтобы никто не прошел внутрь. Вдруг ко мне подъезжает на велосипеде маленькая девочка. Это как вообще произошло? Благо мы рубили в медленном темпе, не спеша, и на момент замены мишени это произошло. Другое выступление, тоже с рубкой. На замене мишеней на стойке падает несрубленная бутылка, и девочка лет 15 резко взрывается к стойке, чтобы помочь, создавая тем самым очень опасную ситуацию. Была еще ситуация с моими учениками, когда много человек на замене мишеней, создается суматоха, я в моменте понимаю, что я рублю, а кто-то сзади меня решил поставить мишень на стойке. В общем, всякое было, при том, что мы стараемся не нарушать технику безопасности, и из-за огромного количества выступлений, их на данный момент около 350 набралось. Набирается опыт и статистика. Наверное, если бы я сам не видел много плохого у себя, и на примере остальных, я бы спокойнее относился к данной теме. Уже и шрамов хватает, и ответственности больше. Так что всем спасибо, берегите себя, берегите своих близких. Всем пока. Я родился в городе Дедовске. До армии начинал бокс, каратэ, бег, качалка, потом переключился на кунг-фу, и вот уже более 30 лет занимаюсь йогу, цигун, в частности, чэнь жжи, тайды цувань кунг-фу. Это древнее искусство, оно основывается на физиологии, дыхании, энергетических каналах. Это цигун долголетия, цигун здоровья, цигун похудения, то есть человек встроенный, красивый, живчик такой будет. Ну, как-то вот так. Просто интересно было. Я при первом музее парапсихологии имени Васильева, там 70-80-е, посещал, то есть давным-давно. Там ученые, кандидаты наук, доктора наук, то есть с ними как будто работали, тренировались, занимались, то есть я уже, ну, в этой теме где-то больше 40 лет. То есть они объясняли это вам с научной точки зрения? Объяснили, с научной точки зрения, все, ну, опять же, вот эту эзотерику, как каналы, как работают. Физического и духовного? Физического, ну, духовного здесь, как бы, палка до конца, здесь, скорее всего, защитная ци, физика, потому что духовность, это как бы, ну, это наше умозаключение. Друг другу любим, там, любим, там, еще кого-то. А так, в основном, физкультура. Ты был человек здоровый, гибкий, поэтому прорабатываем суставы, жилы, ну, и набивка, так называемая, палочка специальная, и вот мы как бы, массаж называется. То есть по всему телу набиваешь, качество мышц другое, кости укрепляются. Я знаю, что есть жесткий цигун, и есть такой, так скажем, там, для начинающих. Чтобы пройти к жесткому, надо сначала с каких-то азов, а потом в конце он переходит уже в жесткий цигун. Ну, допустим, мы не бьем по грушам, как вот там каратиста, боксера, бетонная стена, или там кирпичная, и по стене головой, ладонями, плечами, ногами, спиной, то есть вот, вот пощупают. Видишь, что это как бы, мыши мозоли. Да. До того, что вот бетонная стена, я бью. Какая-то драка будет, в ухо ударил, все, потрясение мозгов обеспечено. Поэтому мы не боремся, не выступаем нигде, чтобы не навредить другим. Просто запас прочности очень большой. Каким образом вообще это происходит? Вы бьете кирпичи, там, на себе держите под весом гвозди, там, с копьем, я видела, у вас номер есть, да, где вы ломаете копье, груди. Да, в веревную ямочку втыкаем. Это же мягкое место. Мягкое. Каким образом вам удается? Ну, здесь мозоли потом тренируется. Тыкай, тыкай. А, то есть, да, у вас не как у меня. Ну, обычно человек вот раз, и все, и человек сознание потерял. А мы как бы вот тренируем. Палочка называется зуб докона. Начало тупенькое, потом затачиваем, острее, 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 а потом уже демонстрируем уже с копьями. Копьем в горло. Последний раз мы в сентябре выступали, копье сломалось, железка, наконечная. Прямо железка. Железка, наконечная, она щелкнула, прям все в шоке были. Ну, я в адреналине, там у нее по барабану там было. То есть, оно сломалось из-за силы? Не выдержало вот это вот, да, просто не выдержало. Ученики, которые просто занимаются, а мастер поцебуна, это который может лечить себя и других. То есть, я могу лечить, у вас, допустим, голова сборит, вы раз мне позвонили, Серега, у меня голова болит, я вас могу лечить. Без таблеток, без всего. Как? Можешь проверить. Так. Это энергетически, это как это делается? Энергетически, да. То есть, это какой-то обмен энергии происходит или на каком это уровне? Мы же, допустим, мы кушаем каждый день, да, организм требуется. С энергией то же самое. То есть, она к нам приходит и уходит, приходит и уходит. Она может застрять, голова сболела. Я подхожу, раз вас прокачал, то есть, мне это легко. А человек, который с этим не сталкивался, он будет как бы думать, что шерлатан или еще что-то. Ну вот у вас здоровый образ жизни, вы болеете реже, чем обычный человек, да? Вообще не болеете. Вообще не болеете? Вообще. Никогда? Никогда. Можно, когда-нибудь там ногу сломать, там руку, типа такие болезни, а так, чтобы заболеть? Ну вот, я знаю, есть такое мнение, некоторые утверждают, что болезни в принципе не существуют, что это все. Все правильно. Все правильно. Многие болезни от головы. Какая-то бабушка у подъезда сказала, все, человек заболел. Ну, это же можно накрутить себя. Или врачи там, раз, у вас тот, тот. То есть? Мы рождаемся здоровыми, и должны быть, вот энергия кончилась, все, и человек умер. И жить мы должны по 200, по 300 лет. Есть такие люди. При поездках мы иногда показываем такие небольшие выступления, то есть на ладонь кладется там яблоко, грушу там рубим. Самое интересное, здесь мастер, который бьет, он, чтобы руку не отрубил, ну и перерубить яблоко. Вот на шее. То есть тоже яблоко ровно? Очень, да, очень опасный момент, потому что шея, она такая, ну вообще там, скажем так, у всех шея тоненькая, нежненькая, а здесь еще проходит там, ну, нервные окончания, если их задеть, то можно остаться лаболитом. У меня вот, даже мои мастера, с какими я там общался, говорят, аккуратно с этими вещами, но пока выступаем. То есть это еще элемент доверия должен быть, да? Обязательно, да, обязательно. Один не должен бояться, другой умение вот остановить. Удается ли вам совмещать семью и саморазвитие? Чтобы что-то добиться, надо много-много-много заниматься. Потом со временем, когда вот человек, допустим, йога, чтобы потянулся туда-сюда, есть йоги, которые там по 70-80 лет, они не разминаются, то есть он проснулся уже расслабленный. То есть до такой степени надо идти, что как это состояние, там, божественности. Интересно ваш рацион питания? В идеале, когда вот этим цуглом если заниматься, лучше очень много заниматься и жесткая диета. То есть по минимуму есть. Ну, допустим, был в новогоднем празднике, я 8 дней только на воде, то есть я ничего не ел, только вода. 5-6 литров воды я в день пивал, все, ничего не ел. И активный образ жизни, то есть не лежать там, многие там голодают, в карабате лежит. Именно двигаться. То есть без движения это будет невозможно, да? Так вот двигаться, чтобы всякая гадость уходила. И у меня одна моя ученица, она в том году, вот в январе родила, она 40 дней вообще ничего не ела, не пила, потом начало молоко пропадать, начала уже как бы воду. Сейчас вот больше года ничего не ест. То есть есть люди, которые там параноедуют. Мне еще рано, потому что там, если на параноедение переходить, то есть отказ от пищи. Я просто похудею, я и так худой. А тут еще два раза. То есть будет мне лет там 90-100, там уже. Как это называется? Параноедение. То есть люди, которые ничего не едят. Только в воду? Можно и в воду не пить. Вообще. Сухое голодание. И откуда идет? Все кругом. Просто нас приучили, вот допустим, качки взять, белки там все, их просто внушили. Надо белки. Но белки же делятся на аминокислоты, аминокислоты еще нам меньше. То есть все кругом, это энергия. Номер с копьем я запомнила, да, с гвоздями. Кирпичи на голове. Кирпичи на голове. Да, какие у вас еще есть трюки? Вот пятками, затылками я на две табуретки ложусь, сверху доска с гвоздями. На эту доску парня, какой-нибудь килограмм 110, потом ему на грудь бетонный блок, и все это разбивается. Или допустим, позу лотуса, кирпичи на голову, разбивается. Бывало, что приходилось применять вот в жизни это все на практике? Ни разу. Как-то были там в детстве, там в юности, ну, драки. Потом как-то в один прекрасный момент все, прям вот как будто все. То есть я хочу подраться, на кого-нибудь морду набить. Или убегают, или вот, извините, там мы с вами не будем. Просто тут как-то пространство дает так, что все. Никто не пристает, и я как бы никому не пристаю. То есть фармацевтика, таблетки, это можно исключать вообще. Они же продают таблетки, чтобы, как бы сказать, больше людей больных, тем больше они продадут. Ну, это как бы бизнес. Вы с маленькими занимаетесь, с юными там ребятами, с девчонками? У меня одно время в отделе четырех с половиной лет паренька, но у него проблема там, родовая травма. В шесть и в семь он со мной уже раза три выступал. Расскажите вообще о своих планах на будущее, чем вы хотите заниматься в ближайшее время. Тренировать себя, других, ну и также выступать и расширить свой круг. Нам нужны, чтобы люди танцевали, чтобы пели, то есть, ну, как бы, так уж, как бы ансамбль здоровый сделать. Потому что мы приезжаем там, допустим, у нас программа на несколько минут, а люди иногда хотят там, ну, целый день. Надо будет расширять свою программу казачью. Всем здоровья, счастья, долгих лет. Занимайтесь физкультурой, любите друг друга, уважайте. Мирного неба над головой.